В каких случаях возникает застой желчи? Какие продукты стимулируют выделение желчи? Что можно приготовить, чтобы усилить выделение желчи? Смотрите видео до конца и узнаете, что надо есть, чтобы желчный пузырь хорошо работал. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Печень вырабатывает желчь. Это необходимый для нормального пищеварения полиферментативный состав. Желчь поступает сначала в желчный пузырь, где накапливается. Потом, при необходимости, то есть во время еды, выделяется в двенадцатиперстную кишку, где участвует в расщеплении продуктов. Особенно активна она в отношении жиров. В некоторых случаях процесс выделения желчи замедляется, что приводит к нарушению пищеварения и возникновению болей в правом боку, тошноты, слабости, повышенному газообразованию в кишечнике и отрыжке. Почему может быть нарушение выделения желчи? Желчь образуется в печени постоянно, а вот в кишечник она поступает по мере необходимости. Нарушение оттока желчи бывает при воспалении, возникающем в желчном пузыре, холецистите, желчных протоках, холонгите. Нарушение моторики, то есть двигательной активности желчевыводящих путей, дискинезии. Сгущение желчи, холестаз, образование камней, которые мешают оттоку желчи. Желчнокаменная болезнь. Опухоли в печени или желчновыводящих путях, желчном пузыре. Также при воспалении печени, гепатит, цирроз нарушается синтез желчи. Учитывая наличие разных причин, мешающих нормальному выделению желчи, а следовательно, и требующих различной тактики оказания помощи, необходимо выяснить, что же случилось в организме. Какие симптомы нарушения оттока желчи? Симптомы, свидетельствующие о нарушении желчевыделения следующие. Боли и тяжесть в правом подреберье, особенно возникающие после приема жирной пищи. Периодически возникающая тошнота, неустойчивый стул, повышенное газообразование в кишечнике, метеоризм, сухость во рту, обложенный язык. При появлении указанных симптомов, хотя бы одного из них необходимо обратиться к врачу и провести обследование. Следует обязательно сдать общий анализ крови, биохимию крови, сделать УЗИ органов брюшной полости. Если при исследовании камней или других препятствий в желчновыводящих путях не обнаружено, то возможно применять различные методы, стимулирующие желчевыделение. Повышение интенсивности желчевоведения уменьшит интенсивность клинических проявлений, почистит печень, восстановит активность желчного пузыря. Одним из самых простых методов является употребление продуктов, стимулирующих желчевыведение. Какие продукты обладают желчегонными свойствами? Многие продукты, особенно растительного происхождения, стимулируют образование и выделение желчи. К ним относятся следующие. 1. Оливковое масло содержит жирные кислоты, которые оказывают желчегонный эффект. Обязательно необходимо ежедневно употреблять салаты, заправленные оливковым маслом. 2. Хорошим желчегонным эффектом обладают и другие растительные масла, используемые для приготовления пищи. Помогут подсолнечное и льняное, кукурузное и масло черного тмина. 3. Применение растительных масел нормализует работу желчного пузыря и моторику желчевыводящих путей. 3. Томаты в сыром и переработанном виде помогут выделению желчи. 4. Листовая зелень всех видов – укроп, петрушка, салат, кинза – спровоцируют отхождение желчи. 5. Мед, особенно при употреблении его натоща, окажет положительное воздействие на отток желчи. 6. Морковь и свекла в сыром или вареном виде являются желчегонными овощами. 7. Среди фруктов помогут инжир и курага, сливы и клубника. 8. Все крупы, сделанные из цельных зерен, обладают возможностью стимулировать работу печени и выделение желчи. 9. Яйца, сваренные вкрутую, уменьшат концентрацию желчи в желчном пузыре. 10. Кисломолочные продукты обладают стимулирующим воздействием на желчный пузырь. Если не очень получается стимулировать отхождение желчи продуктами, то можно усилить эффект, применяя простые рецепты. Какие есть возможности спровоцировать выделение желчи? Для того, чтобы желчь хорошо выделялась и не было проблем с пищеварением, можно использовать следующие советы. 1. Принимать утром натощак 2 столовые ложки оливкового масла. 2. Утром натощак выпивать стакан теплой воды, в котором размешана столовая ложка меда. 3. Завтракать ежедневно каши, приготовленной из цельного овса. 4. Пить в течение дня вместо чая отвар плодов шиповника. 5. Добавление во время приготовления пищи куркумы или имбиря окажет желаемый эффект. 6. Использование мятного чая приятно и помогает выведению желчи. 7. Любые овощные соки, отвары овощей стимулируют желчевыведение. Если у вас нет желчнокаменной болезни, то возможно применение разных продуктов, стимулирующих работу желчевыводящей системы. Помните, что наличие камней в желчном пузыре является противопоказанием к стимулированию выведения желчи, поскольку может спровоцировать приступ боли с желтухой и воспалением, требующий немедленного вмешательства хирургов. Берегите себя! Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!